МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хоровод длиной в 10 километров и километровая паровная переправа через Печору. Автоэкспедиция земляки все ближе к финишу. Путешественников уже приняли Ухта и Ижма. 11-дневный мозговой штурм. Новгородские школьники, предприниматели и чиновники проходят интенсивный образовательный курс во Владивостоке. Удивительный вопрос, почему жителям пригорода Старой Русы приходится караулить воду в кранах. Перебой водоснабжений – привычное дело в деревне Медниково. Есть ли решение вопроса? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В аварию сегодня попал городской автобус маршрута 1А. По дороге на Хутынь машина вышла из строя, ее водитель не справился с управлением. Илья с пассажирами съехал в кювет. Во время дорожно-транспортного происшествия в автобусе, помимо водителей и кондуктора, находились трое пассажиров. Серьезно пострадавших нет. Одной из женщин по настоянию сотрудников автобусного парка была вызвана карета скорой помощи, которая и увезла ее на осмотр в больницу. Что случилось, мы узнаем, когда автобус поставим на яму и посмотрим на него снизу. То есть это не ошибка водителя? Ошибки водителя тут никакой быть не может. Он ехал по прямому участку дороги. Автобус резко кинуло влево. Мы должны разобраться, и только тогда мы дадим вам какие-то комментарии. Маршрут 1А долгое время курсировал до Магнита на Державино. После того, как дорогу на Хутынь привели в порядок, его снова пустили до поселка Волховец. Здесь, недалеко от поворота, автобус и угодил в кювет. В Новгородском областном суде сегодня началось рассмотрение резонансного дела об убийстве женщины ночью 8 марта 2017 года. На скамье подсудимых 23-летний житель Валдая. Кроме жестокой расправы над жертвой, его обвиняют в каннибализме. Эти оперативные съемки в начале весны прошлого года облетели сеть. О Валдайском Чикатило говорили во всех криминальных телесводках страны. По версии следствия, в ночь на 8 марта 22-летний Дмитрий Лучин забил до смерти молотком женщину, с которой проводил вечер. А затем... Я ни в коем случае не равняю себя с Великим. Зачем мне? Просто хватит мешать мыслителей с грязью. Читайте больше книг и поверьте, сами задумайтесь над души самовласти. Эти строки из собственного стихотворения Дмитрий Лучин опубликовал в своей группе в ночь на 8 марта. Именно в эти часы, по версии следствия, он и совершал кровожадное убийство. С виду скромный и слегка испуганный обвиняемый смотрит в пол из-за решетки в зале судебного заседания. Для него это первое слушание. Следствие по делу студента Валдайского аграрного техникума длилось больше года. Поскольку убийство молодой женщины было совершено со стопой жестокостью, истязая ее, причиняя ей мучения и страдания, данное обстоятельство будет установлено непосредственно в судебном заседании. Кроме убийства, сын школьной учительницы Дмитрий Лучин обвиняется в совершении преступления с особой жестокостью и надругательстве над телом умершей. Обвиняемый в начале следствия в содеянном признавался, даже в подробностях описывал совершение ритуального убийства. Однако после общения с адвокатом переменил свою точку зрения. В зале суда защита ходатайствовала о переносе слушания и проведении суда присяжных. В связи с этим мы просим дело слушания отложить до разрешения по существу данной конституционной жалобы. В зале заседания сын убитой 45-летней женщины. Мужчина ведет себя спокойно и почти не смотрит на подсудимого. Обвинение выступает против ходатайства адвоката. И сам судья принимает решение не в пользу подсудимого. Несмотря на то, что обвиняемый вину в совершении данных преступлений не признает, следователям Валдайского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области в рамках расследования была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем данное уголовное дело с утвержденным прокурором, обвинительным заключением, было направлено в суд для рассмотрения по существу. Судьба Дмитрия Лучина будет решаться на дальнейших заседаниях. Следующее слушание ожидается через неделю. Людмила Александрова, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидения. Участники автоэкспозиции «Земляки» продолжают свой путь к конечной точке маршрута селу Усть-Цильма, которое полтысячи лет назад основали новгородцы. Путешественники уже миновали города Ижма и Ухтай и переправились через километровую по ширине Печору на пароме. О том, как это было, репортаж Юлии Бабич. Это не актеры или творческие коллективы, никаких сценариев они не писали. Это простые жители Ижмы, которые достали из своих сундуков одежду бабушек и дедушек, некоторым элементам которой больше сотни лет, и решили показать землякам, как они каждый год отмечают народный праздник – Лут. Он стартует с 6 утра 7 июля и завершается через сутки. Только представьте, в Лут такой вот хоровод здесь растягивается на 10 километров. Гости дорогие, общайтесь, знакомьтесь и обязательно приезжайте еще раз к нам. А сейчас веселитесь и знакомьтесь опять же с нашей культурой, с нашими традициями. От такого теплого и шумного приема, который устроили больше сотни человек без всякого предупреждения, участники экспедиции были в шоке. Но и это еще не все. Землякам предложили выковать себе монетку на счастье и попить чай в чуме. А местные тем временем знакомили гостей со своей историей, а кто-то – историей жизни. Деревня, деревня, живем. Деревня, сама, то есть Мохчи, село Мохча, из женский района. Сама тоже в тундре ездила, доярка работала, а сейчас уже на пенсии. Впечатлениями и фотографиями участники экспедиции делились легко со своими родными, что за сотни километров от них с помощью стабильной мобильной связи МТС. А несколькими часами ранее земляки познакомились с Ухтой, где, ничего не подозревая, были посвящены в нефтянники. Произошло это на площадке Уфтинского государственного технического университета, по которому нам провели небольшую экскурсию. Ну что, наша съемочная группа не может не пройти процесса посвящения в нефтянники. Давайте. Ну вот, расскажите, пожалуйста, а как все начиналось? Привезли меня сюда из бергколлегии московской, архангелогородца Федора Придунова. Здесь я добывал нефть в течение восьми лет. Образовательным процессом, что построен в стенах кабинетов и лабораторий, здесь гордятся. Теория и практика в УЗИ неразделимы, поэтому студенты получают актуальные и полные знания. К слову, сегодня здесь учатся 10 тысяч человек. Если ты руководитель своего высшего учебного заведения, значит, ты должен быть в хороших конструктивных контактах с кем? С производственниками. То есть с основными стратегическими направлениями специалистов, которых ты готовишь. И современный руководитель должен понимать, если вот он совместит теорию и практику, а в шаговой доступности, то тогда он на выходе получит хорошего специалиста. Его как можно меньше можно будет по времени адаптировать к производственной среде. Университет много лет сотрудничает с разными компаниями. К примеру, 20 лет со Сбербанком, который оборудовал в УЗИ две лаборатории. В прошлом году на юбилей компания подарила еще и коллекцию книг библиотеки Сбербанка, которая состоит из новейшего собрания бизнес-литературы ведущих авторов мира. Также в этот день по пути следования земляки заглянули в село Малая Галова, где на берегу расположились любопытные камни. И несмотря на большую экскурсионную программу этого дня, мы все-таки успели на последний паром, который перевез участников экспедиции на другой берег Печоры. Оттуда до Усть-Цильмы осталось преодолеть всего 50 километров. Юлия Бабич, Андрей Константинов, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. А четверо новгородских школьников, бизнесмены и управленцы улетели еще дальше от дома. На острове Русский они проходят интенсивный образовательный курс и готовятся совершить технологический прорыв в регионе и стране. 10 дней и 160 часов образовательной программы, которая пока не представлена ни в одном российском ВУЗе, институте повышения квалификации. Цифровая экономика – это не будущее, реальность, которая уже сделала вызов современному поколению. Главное – научиться идти с ней в ногу. Именно с этой целью на остров Русский отправилась новгородская команда школьников и управленцев. Команда, которая должна привести регион к технологическому прорыву. Для этого, по мнению специального представителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, необходимо желание, нестандартное мышление и элементарные навыки владения интернетом. Потому что инновационная инфраструктура сегодня – это кафе с хорошим Wi-Fi. В принципе, вам ничего больше не нужно. Все остальное – программы акселерации, доступа к знаниям, онлайн-новообразовательные программы и все остальное уже есть. У каждого из участников новгородской делегации индивидуальная образовательная программа. Пока управленцы ищут ответ на вопрос, как повысить эффективность госуправления с помощью цифровых технологий, технические эксперты делятся наработками в области цифровой гигиены. Это целый комплекс мер, направленный на повышение компьютерной и цифровой грамотности подрастающего поколения. Школьники, а их в составе делегации четверо, пока осматриваются и посещают открытые лекции, но уже готовы стать локомотивом, который поведет регион в мир новейших технологий. Судебные приставы, сотрудники прокуратуры и дорожной полиции вновь вышли в рейд по поимке автомобилистов-должников. Передвижной пост был развернут на съезде с Колмовского моста. В этом году на совместные рейды судебные приставы, представители налоговой службы, дорожные полицейские и сотрудники прокуратуры вышли уже в 15-й раз. Сегодня объектом их внимания стали неплательщики налогов и штрафов ГИБДД. На протяжении 2017-2018 года на территории Новгородской области сохраняется стабильная высокая задолженность по налогам и сборам. В целях ее погашения по инициативе прокуратуры области организованы рейды. Данные меры довольно действенные для погашения задолженности. Работа проходит по уже отлаженной схеме. Устройство под названием дорожный пристав считывает номер проезжающего автомобиля, определяет владельца машины и проверяет наличие у него долгов. Если они есть, машину останавливает сотрудник ГИБДД и передает должника в руки судебных приставов и налоговиков. Ему предлагается платить за должность прямо на месте или лишиться своего авто. С начала года в ходе таких рейдов с должников взыскано около 900 тысяч рублей, арестовано 140 автомобилей. Нередки случаи, когда нарушители пытаются избежать ответственности даже после просьбы сотрудников остановиться. Вот именно неплательщики себя ведут очень агрессивно. Есть те же, кто останавливаются, просят проверить их. Это, как обычно, у них ничего нет. А те, кто имеют долги, обычно вот агрессируют. Чтобы избежать таких неприятностей на дороге, судебные приставы советуют заранее узнавать о своих задолженностях. Информацию об этом можно получить на сайте управления или непосредственно у самих сотрудников службы. Жители пригорода Старой Руссы, деревни Медниково, бьют тревогу. В достаточно дождливое лето в их домах наступила техногенная засуха. Куда делась вода из кранов, попыталась выяснить Серафима Корша. Так, открываем кранчик. Сейчас идет, да? Да, сегодня идет эта радость. Я так понимаю, что с утра у вас, в принципе, часто бывает. Да, но она может... Вот приходят люди с работы, 4-5 вообще не идет. Вообще нет? Да. Вчера где-то до полдесятого почти не было. Потом она пошла. В общем, если нам нужно мыться и постирать, это в районе 12 ночи. Такого сурового расписания приходится придерживаться жителям деревни Медниково. Перебои с подачей воды для них обычное дело. Бороться с отсутствием комфорта уже явно устали. Каждый новый день, как маленькая война за выживание. Воду в кране буквально караулят. По возможности, таким богатством запасаются впрок. Правда, это, как выясняется, лишь часть беды. Ведь по большому счету пить такую воду все равно нельзя. Она, во-первых, и запахом, и, во-вторых, осадок остается. Но для технических нужд это не очень заметно. А пить ее... С тем, что питьевую воду зачастую приходится покупать, жители поселка уже смирились. Однако, помимо этого, есть и другие нужды. У многих огороды, подсобное хозяйство, а в конце концов, баня. Сотрудников местного водоканала вызывают на регулярной основе. Специалисты, конечно, приходят. Однако, толку от этого никакого. Он мне говорил, вы смету найдите. Я говорю, а я что говорю? Смету должна найти, извините меня. По щучьему велению, по моему прошению, преврати меня в крота. Я пойду пороюся и смету составлю. Где мне это было взять? Я знаю, что... Я в сельсовет обратилась. Я говорю, девочки, мне смета нужна. Вот так, вот так, вот так, вот так. Найти врезку, куда я врезана, чтобы, может, там врезка забита. Или еще что-то. Они говорят, а у нас нет. А у меня нет. Все передали водоканалу. Тем временем, подача воды для жителей поселка как бы разделена на две части. Кого-то подключили к городским сетям, а кого-то к деревенской скважине. Она, впрочем, в единственном экземпляре. А пользуются ей почти 500 человек. Поэтому и проблемы в основном возникают только у частного сектора. Специалистам пришлось уменьшить давление в сетях, чтобы не было постоянных прорывов. Местные уже давно просят водоканал от такого разделения избавиться. И всех перевезти, что называется, на город. Ну или хотя бы добавить еще одну скважину. Такой вариант водоканал не устраивает. И вполне по разумным причинам. Удовольствие слишком дорогое и трудоемкое. Есть еще кусок городской. Это тоже прошлое столетие. В 80-х годах проложено водоводиаметром 100 миллиметров. На все, если населенный пункт, его не хватит. Надо еще одну ветку и дело из-за кольцов. Как вот это сделать? Ну, финансово реально сейчас сделать в ближайшем? Нет, сейчас, сейчас нет. А сколько нужно примерно средств, чтобы понимать? Вы знаете, я так не скажу. По километрам это надо будет с края от городка везти, через Соболево. Ну, наверное, километров шесть это надо будет прокладывать чисто водовода. А потом все остальные вещи делать уже по селу. Но речь там о миллионах. Да, да, да. Это речь не о тысячах, это о миллионах. А вот в Старорусской администрации прогноз более оптимистичный. Жителям поселка обещают помочь уже в ближайшее время. У нас запроектировано строительство новой водопроводной ветки протяженностью где-то километра, ну, чуть-чуть побольше километра, один на один десятый километра в деревне Медниково, которая, ну, я думаю, что поможет решить проблему с водоснабжением населения вот этого населенного пункта. Это будет реализовано в рамках программы устойчивого развития сельских территорий. В девятнадцатом году мы в эту программу попали, в двадцатом году начнется строительство вот этого новой водопроводной ветки. Впрочем, сейчас, по словам специалистов, водоканала часть проблемы уже можно решить. И что самое главное, силами самих жителей поселка. Это в первую очередь касается несанкционированного пользования водопроводом. Ведь по подсчетам из скважины поднимается около шести кубов воды, расходуется и оплачивается чуть больше двух. Так и получается, что оставшаяся разница уходит в чей-то бассейн. Так что если кому-то, как говорится, перестать обкрадывать соседей, то ситуация будет выглядеть не так плачевно. Из Старорусского района Серафима Коршага, Узгиванзян, Новости, Новгородской областной телевизии. Проектный офис по созданию в Великом Новгороде территории комфортной для ведения бизнеса собрался на очередное заседание. Участники встречи обсудили вопросы недвижимости, земельных участков для строительства предприятий и образовательную программу для новгородских школьников. Одним из острых углов работы проектного офиса по созданию комфортной среды для ведения бизнеса стал квартирный вопрос. Если точнее, предоставление в аренду предпринимателям муниципальной недвижимости. Повышением эффективности использования городской собственности занимается специальная рабочая группа. Но, по мнению первого вице-мэра Юрия Пшеницына, их деятельность буксует на месте. Хотя еще в мае принято решение, и стоимость аренды значительно снижена. Для подвалов и цокольных этажей с 0,75 до 0,2. Я считаю, это большая помощь малому бизнесу. В результате размер арендной платы по заключенным договорам аренды за подвальные помещения, а это у нас снимают три подвала, могу перечислить. Это у нас союз художников, комитет по правозащите граждан противодействия коррупции, ГУК «Новгородский союз» сократился в 3,75 раза и составил уже 54 917 рублей, а раньше было 205 939. То есть на 150 тысяч рублей облегчили жизнь, получается, малому бизнесу. Однако больше желающих арендовать площади у города не стало. Предприниматели говорят, что муниципальная недвижимость неконкурентно способна на фоне коммерческой. Выяснить, что привлекло бы бизнес, цена или состояние объекта, удобство расположения или коммуникации, и должна была рабочая группа. Этим, в том числе и Комитету управления муниципальным имуществом, предстоит заняться в ближайшее время. Идет работа и по созданию на территории Великого Новгорода региональной промышленной площадки. Что мы сделали? По сути, за прошедшее время из 15 площадок, которые мы рассматриваем в качестве региональных, у нас 6 площадок распределены по двум направлениям. Три площадки – это особоэкономическая зона, подписаны все согласующие документы, и мы будем идти по пути создания особоэкономической зоны и привлечения уже на особоэкономическую зону инвесторов. Понятно, что это будут особые льготные режимы, связанные с налогами, это привлекательно для инвесторов, это будет такая вот зона притяжения. Еще три площадки мы включаем в проект индустриальные парки для малого и среднего предпринимательства, который сейчас будет финансироваться Министерством экономического развития Российской Федерации. Это новая программа. Но есть и минусы. Площадки, перспективные для прихода инвестора, заросли кустарником и деревьями. Потенциальные собственники резонно замечают, что территории должны быть как минимум расчищены перед продажей или сдачей в аренду. Но одной из главных проблем остается дороговизна подключения к инфраструктурным сетям. Что касается воспитания собственных предпринимательских кадров, то с 10 сентября на базе школы номер два в Великом Новгороде заработает школа предпринимательских навыков. 58-классников вплоть до выпуска будут осваивать азы ведения бизнеса. И вместе с аттестатом они должны будут получить готовый и проработанный бизнес-план, чтобы после сдачи экзаменов и поступления в ВУЗ стать стартапером и открыть свое дело. Итоги весенне-летнего призыва подвели сегодня в областном военкомате. На срочную службу в этом сезоне отправились несколько сотен молодых людей. Подобные комиссии уже прошли в районах. В областном центре сегодня подводили итоги всей весенне-летней кампании. Наш регион успешно справился с задачами, поставленными штабом военного округа отобрать для службы в армии 600 юношей. Через призывные и медицинские комиссии прошло порядка 2000 юношей. Соответственно, 600 мальчиков было призвано. Примерно такие же цифры. Там около 700 человек получили от срочки для продолжения образования. Некоторое количество граждан были освобождены от призывов по состоянию здоровья. Весенняя призывная кампания, стартовавшая 1 апреля по всей стране, официально закончится 15 июля. Последняя партия призывников будет отправлена из Новгородской области завтра. Все ребята будут служить в военных частях Западного военного округа. Часть попали в президентские и преображенские полки. У меня на сегодня все. Интересная информация вы всегда можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды. А я прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова